Всем привет! Сегодня будем готовить сырную лепешку на сковородке. Я бы сказала, что это сырная пицца на сковородке. Очень вкусная! Можно готовить с разной начинкой. У меня сегодня сыры и внутри, и снаружи. Готовить я буду на кефире. Итак, кефира пол-литра идет. Значит, смотрите, нужно взять жирный кефир или жирный такой жидкий йогурт. Просто нейтрального вкуса, без там клубничного, бананового, потому что все-таки это пицца. Сюда я добавляю разрыхлитель. Разрыхлитель можно заменить чайной ложкой соды. Вот так вот перемешиваем и оставляем это все, чтобы кефир начал работать с разрыхлителем. Еще сюда сразу можно засыпать соль и сахар по чайной ложечке. Не прошло и минуты. Смотрите, как начинает пениться. Кефир у меня приблизительно 3 дня, наверное, после покупки стоял в холодильнике. Я его немного выставила из холодильника за полчаса до готовки, чтобы чуть-чуть постоял нагрелся. И вот он сразу начинает вот так вот работать. Оставлю еще на пару минут. Теперь сюда добавляем муку. Я делаю так. Приблизительно на 2 части делю в муку. Первую часть засыпаю, перемешиваю. Потом следующую. Так, тесто получается очень мягкое. Значит, секрет этого рецепта в том, что нужно, чтобы тесто лежало до того, как вы будете готовить, чтобы оно отдохнуло, клейковина хорошенько выделилась. Иначе, если тесто не полежит, и оно не будет такое эластичное, порвутся лепешки. А надо, чтобы они не прорвались. И вторую половину муки. Итак, пока ложечка еще перемешивается, перемешиваем. Вот смотрите, оно так хорошо уже, видите, начинает комковаться. Ложку убираем. И что делаем? Замешиваем тесто. Вот так. На дно мисочки наливаем немного растительного масла. Приблизительно где-то 2-3 столовые ложки. Почему так много? Значит, смотрите. Во-первых, вот так вот хорошенечко смазываем бока и кладем в середину тесто. Вот так вот тоже вокруг масла. И оставляем. Накройте полотенечком, пищевой пленкой. И оставляем лучше 30-40 минут, а то и час. Готовим начинку. Вовнутрь я буду добавлять солоноватый сыр. Или фету, или брынзу. Любой, какой найдете. Главное, чтобы он был солоноватый. Если вы не найдете ни того, ни другого, можно взять творожок, добавить туда сольки, специи, зелени какой-нибудь. И делать такую начинку творожную. Тоже будет хорошо. Но очень вкусно именно с фетой или брынзой. Сверху я буду посыпать все моцареллой. Так как сыр кусковой, его нужно вилочкой вот так вот размять. Еще я сюда фету я добавлю немного перчика. Только вот так, чуть-чуть, чтобы не переборщить. Я никаких специй добавлять больше ничего не буду, так и оставлю. Сюда же вбиваем одно яйцо. Вот это вот и все. Вот так. Здесь можно сделать, как на пиццу, 4 сыра. Например, смешать 4 вида сыра. И тоже будет хорошо. Тесто полежало, оно стало очень-очень эластичное. Из этой нормы у меня получаются 4 штуки. Я вот так вот и делю на глазок. Потом беру одну часть. Вот так. Смотрите. Она в растительном масле. Она уже вообще не липнет к рукам. Но ее чуть-чуть надо бы вымесить. Поэтому я делаю вот так. Вот так. Все вовнутрь. Вот и вымешали, собственно. Теперь на муку. Можно делать на столе. Вот так. Чуть-чуть растягиваем. И краешки вот эти растягиваем чуть-чуть больше. Сами краешки. Теперь берем четвертую часть начинки. Вот так. И вот так вот поднимаем края. Смотрите. Так как они были тоньше, то сверху все вместе они дадут такую же толщину, как у нас внизу. Значит, смотрите. Хорошенечко защипнем. А теперь перевернем. И теперь ручкой, начиная от центра, вот так. Растягиваем это все в круглую лепешечку. Значит, растянуть нужно по вашей сковородке. У меня сковородка 26, средняя. Значит, смотрите. Можно делать рукой, можно скалкой. Я сейчас сделаю вот так вот рукой, чтобы весь воздух разошелся, если он там есть. А потом скалкой доделаю. Так, теперь раскатываем. Раскатываем чуть-чуть больше, чем ваша сковородка. Когда вы подымите, оно все равно немножечко съежится. Смотрите. Теперь что делаем? Пусть полежит, а мы включим сковородку. Итак. Раскатанную лепешечку подымаем. И вот так вот на сухую сковородку. Вот так. Придали форму. Накрыли крышкой. И на маленьком огне ждем, чтобы она с той стороны подзолотилась. Итак, когда с одной стороны подзолотилась, переворачиваем на другую сторону. Берем кусочек сливочного масла. И вот так вот обильно смазываем. Оно прям вот так пусть тает. Когда сливочная корочка, это всегда вкусно. Так, сверху сыром. Вот так. Накрываем еще крышкой. И еще ждем пару минут. Лучше всего такие вот лепешки разрезать ножницами. Тогда у вас будет очень красивый срез. И ни в коем случае не повытекает ваша начинка. Вот Танечка, которая давала мне рецепт, она именно так и делает. Смотрите, какая красота. Опа. Оп. Оп, смотрите, запечатывается. Вот. Так, смотрите, какая красота у нас получилась. Вот эту муку перед следующей закладкой обязательно струсите. Итак, пробуем, что у нас получилось. Слушайте, столько начинки внутри. Она такая сырная. Готовится просто на сковородке. Раз, два, и все. Заготовка может быть в холодильнике. Значит, на любой стол. Гости пришли раз, два. Детвора будет рогать весь день. С собой можно обжать. Этим рецептом со мной поднимилась моя знакомая Танечка. Танечка очень вкусно, очень сырно. Легко и просто. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. Всем приемного. Целую, люблю, бывайте. Па-па. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.